Потапенко будет От позитива Регулярно читаю Пропагандистские сайты И вам их кстати рекомендую Регулярно рекомендую Смотреть на сайты пропагандистов Где они отчитываются О каких-то успехах О построенных заводах Только единственное Не расстраивайтесь Что окажется, что 70 или 80% Того, что там заводы Построены Или что-то введено в строй Связано с тем С машинами по уничтожению Лодки, ракеты, автоматы И все остальное А все, что другое будет Связано с этим Это там, не знаю, какая-нибудь Энергетическая установка Ну и так далее То есть все сопровождающее И если там вычистить Даже у пропагандистов На что-нибудь На мирное окажется Ну может одно-два события Поэтому тут вопрос-то не к нам Мы тут Мы всего лишь Собираем И собираем, кстати, и ваши новости Если вы их найдете И пришлете нам Ватсап, на Вайбер Мы с большим С большим Вдовольствием Это все сделаем Правительство таки Предложило Увеличить акцизы на вино Более чем на 70% В принципе правильно Зачем вино? Я считаю, что вино Это излишний час Грузинское запретим На вино под ними Все будет хорошо Ты знаешь, тебя поддержат Слушатели, которые пишут нам Прям цитата Из российской глубинки Пензенской области Смотри, какое сообщение Проживаем в Пензенской области То есть самое, где губернатор Не может связать двух слов И то заброшенный магазин Обтянут баннером Чтобы вид не портил Значит, так вот Люди, живущие в частном секторе Кто не ленится Выращивают для себя все Делаем вина из вишни Яблок, смородины Коньяк из самогона для себя Пьем воду из родника Держим свинью, кроликов, кур А немногие коров и коз Поэтому санкции Америки и Европы Запрет вина с Грузией и Молдовой Нам по барабану Да, у нас нет хороших зарплат Но кто не ленится Тот имеет все Из голода не помирает Я только хочу напомнить Что то, что касается Исчезновения некоторых продуктов Российской Федерации Это последствия не санкций А контрсанкций С нашей стороны Сами себе отморозим уши А в целом, конечно Вот это все описание Да нет, я с этим описанием согласен Чудесно Есть только маленькая ремарка Надо города каким-то образом расселять То есть надо перестать выплачивать в городах Вообще надо закрыть вообще любые Несвязанные с... Вообще надо закрыть любое производство Оставить только государственных чиновников в городах А все остальное население разбросать по деревням И чтобы мы приезжали в... А у нас сколько территорий пустых, конечно Конечно И вот чувствуется в тебе государственный подход Вот понимаешь? Я просто очень в деревню хочу уехать А ты уедешь в деревню? Куры, козы, вот эта зелепушечка вся Ну... Все отлично Для этого нужно закрыть все телерадиоканалы Вообще, в принципе И общаться только через глашатаев А тебе дать шесть... Лентами телетайпа Нет, это... Извините Лента телетайпа не нужна Пусть будет приезжать раз в неделю В твою деревню глашатой И будет оглашать указы Это красиво Вот И, по крайней мере, новости будут доходить до тебя Там с какой-то очень небольшой периодичностью Ты даже о Грузии знать, например, не будешь Украина тебя не будет волновать Тебя будет волновать как раз Вот... Все Там зелепушечка твоя любимая Зелепушечка, да Это прекрасно Друзья, но... Так что расселяем города И переходим на натуральное хозяйство То, что касается вина Начнешь опять-таки ткать Это вряд ли У меня плохая нервная система Друзья, ведомости пишут нам Со ссылкой на проект поправок В налоговый кодекс О том, что в ближайшее время Правительство с 2020 года Точнее, нам даже год конкретно называет Поднимут ставки акцизов на вино Что предлагается? Ставку акциза на так называемые тихие вина Предлагается повысить В общем, довольно серьезно С 18 рублей до 31 рубля за литр То есть на 72 процента На игристые вина С 36 рублей до 40 рублей за литр То есть на 11 процентов Виноторговые компании Ну, разумеется, с повышением не согласны И предупреждают уже, что это приведет К росту розничных цен По словам неназванного представителя Минфина На который как раз и ссылаются ведомости Поправки уравнивают ставки акциза на российские и импортные вина Что, вроде как, соответствует нормам всемирной торговой организации При этом производители вина Из российского винограда Получат льготу по акцизу По крайней мере, заявил об этом президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович Которому мы, кстати говоря, позвоним в этом часе А также, то, что касается этих самых винных напитков Поправки коснутся и их Ставки акциза на винные напитки Без добавления спирта Вырастут Тоже, ребят, тоже довольно серьезно С 18 рублей нынешних До 31 Да может, это ничего страшного Ну и, разумеется, в связи с этим Цена винных напитков сравняется по цене с вином Я вот думаю, а может быть это хорошо? Это хорошо, мне кажется, это отлично Вопрос только в другом Начнут ли граждане больше предпочитать пить натуральное вино Или перейдут на совсем уж дешевый продукт Я все-таки нашим гражданам предлагаю гнать Попросту гнать Потому что, чтобы просто не морочиться По крайней мере, хоть продукты натуральные Пока самогон варенья не запретили как класс Судя по всему, перейдем на натуральные, но только свои продукты Вот это вот Ну это вообще, конечно, бред Слушайте, а у нас, кстати, это официально можно? Вообще Самогон варенья Можно, без цели продажи Для себя можешь делать Я тут как раз увидела совершенно шикарный магазин Знаешь, мимо проезжала Самогонных аппаратов Да, продается Там такая стоит Я могу сказать Когда были подняты акцизы на крепкий алкоголь Продажи таких самогонных аппаратов Ну, скажем так, ширпотребного свойства Китайских Выросли, по-моему, в четыре раза в общей сложности И это нормально Потому что народ попросту пересчитал рубль-литр Рубль-градус И все встало на свои места А поскольку в водке-водке нет А там один чистый акциз И сейчас у нас опять, конечно, кто-нибудь ляпнет какую-нибудь бредятину Что мы кого-то спаиваем Мы вообще никого не спаиваем Хотите, пейте Хотите, не пейте Это ваше личное дело Но у нас каждый раз борьба превращается в какой-то фарс Вот именно в прямом физическом смысле Бороться-то нужно не с последствием, а с причиной Почему люди уходят в алкогольный дурман Вот с этим нужно бороться Ну, вот нам, кстати говоря, пишут А я стесняюсь спросить Как быть мне? Я городской житель Мне выращивать продукты И делать вино и прочее на подоконнике в одной комнате Для городских жителей вариантов других Кроме как покупать не остается Нет Расселять Почему расселять? Если сейчас Города расселят Расселять Если автоматически позакрывать Всяких интернет-провайдеров Телерадиовещания позакрывать Оставить только государственные учреждения Мои документы Ну и, соответственно, принимающие Государственную думу Сенат То мы сами располземся Как тараканы по земле Потому что как-то кушать надо будет Что-то хотеть Опять-таки Позакрывать иные предприятия Домотканностью начнем заниматься Просто я хочу тебе сказать Что я здесь сама заинтересовалась Процессом Вот этих всех настоек Обнаружила у себя дома Там книжечку Рецепты То ли 18-го То ли 19-го века Такая прям прелесть Я могу тебе сказать Если ты это не выращиваешь сам То на чем ты настаиваешь Это для городского жителя Тоже удовольствие получается Не очень дешевое Прямо скажем А оно должно быть Натуральные ингредиенты В любом случае будут Не дешевые И да и сам этот процесс Вот этого так называемого Сельского хозяйства То, о чем написал наш Радиослушатель Он бриллиантовый Он не золотой Он бриллиантовый Потому что это Иллюзия, что там На шести сотках Ты можешь что-то вырастить Для собственного Самообеспечения Нет, это должны быть гектары А гектары Это опять-таки Мелкотоварное производство Только в этом случае У тебя хоть Сколь-нибудь Получается какая-то экономика Давайте послушаем Комментарии К этой новости От директора Центра исследований Федерального и регионального Рынков алкоголя Цифра Вот что сказал Серебряному дождю Вадим Дробис Государство С одной стороны Левой рукой Скажем так Поощряет виноград Свою виноделие Тем более Крым присоединили Деваться некуда Сейчас закон готовят Мы последняя Единственная страна Которая выращивает виноград Производит вино У которой нет закона О винограде и вине Наверное С грехом пополам Наконец примем Так вот Одной рукой Государство даже Деньги выделяет А другой сейчас заявила Повышая эту ставку Что вино Такой же Обычный алкогольный напиток Надо к нему Так и относиться Исходя из его Вреда здоровью Согласно градусу Поэтому повысим ставку Теперь что Собственно говоря Произойдет Да вино подорожает Прежде всего Вино до 200 рублей Я может быть Удивлю Ваших ведущих И присутствующих Но 50% вина в России Продается По цене до 200 рублей Все что дороже 200 Это дорого Для 60% населения Так вот Дешевое вино Подорожает Примерно на 20% Кажется ерунда Кажется даже ерунда Если там 4 бутылки Выпиваешь Но психологически Это определенные Такой знаете Вот есть определенный рубеж Подорожало Это обидно Неприятно Тебя опять ободрали У нас для самых бедных Вот у кого зарплаты Как раз там Ну примерно До 17 тысяч рублей Существует социальный Я бы так сказал Сегмент потребления Винные напитки Чем отличается вино От винного напитка В вине 100% винограда В винном напитке 50% А вторые 50% Ну там вплоть до воды Какие-то там Ну все разрешенное законом Но по крайней мере Это неполноценное Вино Так вот вино Подорожает в этой группе А одновременно Государство хочет еще И увеличить цены И ставку акциза На винные напитки Вся эта группа Подорожает Поэтому вместо того Чтобы перейти На винные напитки Которые подорожают Перейдут на нелегальные Винные напитки То есть вот эти решения Приведут к созданию Мощнейшего нелегального рынка Винодельческой продукции Вот какой сегодня У нас существует На водочном рынке Да Вадим Дробис Директор центра исследований Федерального и регионального рынка Рынков алкоголя Цифра Да Собственно говоря Пишите И звоните нам Обязательно 903-797-6333 На ваш взгляд Как должен регулироваться Или не регулироваться Данный рынок Напомню Буду напоминать Это в каждой вам программе Что не существует Белые и черные экономики Экономика Это всегда Она всегда белая А белые или черные Ее делают те Кто называют себя Чиновниками Они что-то Говорят Мы вот это разрешим А вот это мы запретим Правда на каком основании Они никогда не объясняют Есть в экономике Только одно понятие Безопасность А вот Белые или черные Это уже Дальше придуманные Как говорится Империативы Ну что У нас на связи Председатели Союза Виноградарей и виноделов Как и обещали России Леонид Львович Попович Леонид Львович Добрый день Президент Президент Хорошо Привет Привет Ну что Все же станет хорошо Вас же субсидии ждут Нет Субсидии нас всегда ждут Их дают по чуть-чуть Когда дают Когда не дают Кому дают Кому не дают Ну сейчас Сейчас-то обещали дать Нет Субсидии на посадки Виноградников нам давали И дают И обещают увеличить Ага У нас-то вопрос другой Всегда стоял Как нам это продавать Потом в розницу Ну вот там проблемы Ну сейчас вот Вроде говорят И грузинское вино Могут подвинуть Хотя то ли подвинут То ли не подвинут Не очень понятно Ну если честно По грузинскому вину Я не ожидаю Больших радостей Для российского Виноградарства И виноделия Потому что Чем на полке Заменят грузинское вино Решать к сожалению Будут сети Для нас Не производители И они могут Совершенно спокойно Поставить туда Какую-то Францию Италию Или еще что-нибудь Сказать А могут И нам Что-то дать Вот если Так звезды Сложатся И это все Произойдет И какое-то Количество На полке Освободится И туда попадут Российские вина Ну наверное Для виноделов Что-то будет Но это не принципиально И не Как-то Не решат Те проблемы Которые есть Нам гораздо интереснее Вот те Инновации Которых сейчас Гудит Пресса По поводу Повышения акцизов Ну это да Ну так чего Так это сравняет Может быть Дешевые винные напитки Уйдут с рынка А вино Останется Да Это во-первых А во-вторых Там идея Заложена в том Чтобы Акциз На импортные Вина Дешевые Вырос А на Сопоставимые Вина Произведенные Из винограда Выращенного В России Был меньше Сохранился Или был меньше За счет Налогового вычета Там новая схема Как она будет работать Никто не понимает Все надеются Что будет Работать в интересах Конечно Виноградарства И виноделия Но если Как обещают Сработает То Это Будет Некая помощь Безусловно Виноградарям Виноделам России В борьбе С импортом На полках Магазинов Ну да Может вообще Снизить Налоги Для Производителей Российского Ну не только Вина Но вообще Конечно Это российских Товаров Б Конечно 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 Такие Такие Инициативы Есть Ну вот Смотрите А вот Вот эти Вот Изменения Акцизов Это фактически И есть Некое Изменение Налогов По крайней мере Там Рассматривается И вопрос Даже Изменения Налогов На Российский Коньяк И российские Дистилляты Которые Не могут Соревноваться Сегодня С импортом То есть В принципе Это одна из первых Предпосылок Некого Снижения Но Надо понять Как это Окончательно Будет Если честно Вот в январе Месяце Расскажу Как это стало Потому что Сейчас этот документ Только Вносится в думу Еще первое чтение Еще второе чтение На котором Часто Многое меняется Да И вот Когда получит Идем к финалу Тогда уже Можно будет С твердым голосом Говорить Да чего-то добились Понял Или как всегда Или как всегда Обманули Ну Да Начало фразы Было как раз Очень правильно Как всегда Обманули Будем надеяться Что Если и обманут То не сильно Да Да Хорошо Спасибо Спасибо У нас на связи Президент Союза виноградарей Виноделов России Леонид Львович Попович Да Так Дим Ну смотри Сейчас одну секундочку Найду сообщение От слушателя Дмитрий нам пишет Интересно Если самогоноварение Разрешено Можно ли Первое Организовать Кооператив По самогону Варенью Все вместе Купили оборудование Каждый приходит Варит для себя Или даже покупает Ингредиенты Платит специалисту И получает продукт Для собственного Употребления И пункт номер два Сдавать оборудование Для самогоноварения В аренду Сдавать в аренду Помещения И оборудование Всем необходимым Это уже Все-таки Предпринимательская Деятельность Здесь Сам произвел Сам сделал Такая Даже не самозанятость Да Почему-то я сразу Вспомнил Про налоговые вычеты У меня уже Есть на руках Судебное решение Вот сейчас У нас Летние отпуска А у многих Там квартиры Например В Болгарии Я могу сказать Что сейчас Вы начнете Получать Штрафы От налоговой службы За то Что якобы Не уведомили О том Что у вас Есть счета За рубежом Татьяна из Подмосковья По поводу Самообеспечения Пишет нам Давай Вы свистите Граждане Мы вполне Себя С семьей Обеспечиваем С 15 соток В общей сложности У свекров Дача У нас участок Картошку Морковь Свеклу На зиму хватается Избытком Помидоры Агурцы Зеленушку Всякую Ягоды Не покупаем В сезон Еще и делимся С соседями И родственниками И дальше Понимаешь Пошла уже Значит наша Алкогольная тема Дедушка Самогон гонит Лимончелло Научился делать Лучше итальянской Так что человек На земле Не пропадет Виноград конечно У нас фиговый Но есть много Смородины например Это хорошо Ребят домашнее Лимончелло Вот заморочитесь Я тут попробовала Прям Я прям рекомендую Итальянское Рядом не валялось То есть фестиваль Лимончелло Серебряные лимончелло У нас судя по всему На носу В планах по крайней мере Давай пообщаемся Со слушателями Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Доброе утро Да доброе утро Радио Будьте добры Выключите звук Пожалуйста Слушаем вас Я по поводу вина Давайте Я уже как-то Весьмол до степил Все что горит Проговал в этом случае А сейчас Вино уже лет 10 Я российское вино Не покупаю То есть редко-редко Что-то как-то И вот в сегменте От 500 до 1500 Бутылка Я в любом случае Возьму Италию Или Францию То есть Российское вино Даже допустим Возьму Возьму в Италию За 500 Чем Российское За полторы Вот То есть Я не верю Что в России Могут делать вино То есть Даже пробуя Приезжает На крымских заводах Когда он был украинским Даже на этом Браудерцом Все это в бодяга То есть Даже дешевое вино Итальянство В любом случае И вкуснее И лучше себя Прочувствовать Вот Это все Вот эти Все Подпринятие Акцизов Это для того Чтобы Ну якобы Расшевелить Наш российский рынок Но он не расшевелится Не могут Не получится И по грузинскому вино Три года назад Когда еще Грузинское вино Что-то вроде как Зашло Четыре может быть Оно было нормально Сейчас Честно говоря Тоже на вкус Я его пробовал Ну начинает Как бы не то Вот последний год Я его даже не беру Хотя привозили Сами Из Грузии И все прочее Не знаю Может Завозить Стали Бодяго Может быть Видимо стало после Ну это я свое мнение Уже сказал Понимаете У вас российское вино Я просто не верю Понятно Спасибо Хорошо Спасибо за комментарий 730-101 Тут уже Слушай Посыпались идеи Каршеринг Самогонных аппаратов Как вариант Мне нравится Ну Да Еще вернуть его бы Не помешало бы Да Ну можно подписаться Есть подписка На самогонный аппарат Как вариант Это новая идея Можем продать Uber Напоминает нам Слушатели Также по поводу Кстати говоря Российского вина Вспомни Эта инициатива Где-то наверное Месячной давности О том чтобы По крайней мере Это прозвучало Предложением Да Мы не знаем Что из этого выйдет Обязать российские рестораны В меню Водить Барные карты Вот винные карты Впереди планеты всей Ставить сначала российские Ну касаемо российских вин Российские вина Хорошие Есть Есть медальные вина Только другое дело Что Надо понимать Что Что такое российское вино В масс-маркете Российского вина Не может быть А для того Чтобы выбиваться В какие-то элитные Российскому вину Не хватает Еще имиджа И Из Вот этих Как раз Климатических условий Мы работать В масс-маркете Не можем На мой взгляд И не должны Но для того Чтобы создавать Марочные Хорошие вина Для этого Нужно конечно И имидж Государства иметь Тут одно Продолжает другое Слушай Это как Мне все это напоминает Историю с российским футболом У которого Не очень-то получается Но мы продолжаем Туда Втюхивать Втюхивать бабки Это должно Да у нас У нас страна Не подходит Климатически для вина Ну у нас что Других нет Алкогольных напиток Есть Что это такое Крепком алкоголе Мы Ну кстати мы же Все проиграли Все марки Там по-моему Столичные Русские Все остальные На зарубежном рынке Смирнов Которые принадлежат Не нам И Производится Большая часть В Польше Если А мы это умеем Производить Умели по крайней мере Раньше Но рынок Сбыта И маркетинг Мы проиграли Нет мы и там Как-то да Не особо успехов Не алло И здесь Даже не добились Мы потеряли просто Мы потеряли рынок Да реально физически И здесь непонятно Зачем вот все это делается Какие последствия Будут для людей Ну страшно себе представить Ну в первую очередь Тут нам правильно пишут Что основное Даже не столько произвести Сколько продать А за рынок сбыта Надо бороться Что называется Вгрызаться И зарубежный рынок сбыта На мой взгляд С точки зрения Крепкого алкоголя Это то место Куда Российское правительство И должно Прикладывать усилия Так Лана из Сочи Пишет нам Слушаю про вино Пью очень мало Предпочитаю хорошее вино От того что Искусственно Какие-то цены Сравняют Крымское вино Для меня вкусным Не станет Недавно попробовала вино Из Новой Зеландии Прямо привезенное Из Новой Зеландии Очень вкусно Ну вот нам видимо останется Как варианты С привезенным Хамоном и сыром Запрещеночкой Запретить Нет Красностоп Он хорош Вот российский Другое дело Что он стоит Как крыло от Боинга И поэтому здесь Ну вот Да Это условно говоря Там И кто его может себе позволить Да Его не может себе позволить А регулярное Итальянское вино Это 2-3 евро А 2-3 евро Простите Очень неплохая Сейчас есть Испания На рынке Абсолютно Практически Все это вино делают Мы с этим На мой взгляд В эту нишу Не должны идти Умеем производить Крепкий алкоголь Надо захватывать Зарубежный рынок И другим просто мешать Не надо Да И другим мешать не надо А хочет кто-то Здесь на территории Российской Федерации Развивать Винную историю Да бог Ему как говорится В помощь И государство ему Тоже В паруса бы было Неплохо Чтобы надуло Поснимайте с них Всяческие акцизы Налоги И все остальное Их там единицы Дайте им возможность Развиваться Дайте им возможность Конкурировать Да В других сегментах Вот и все Давай успеем Еще звонок По этой теме Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Здравствуйте Да Слушаем вас Вот вы говорите Чтобы Россия шла В сегмент Крепкого алкоголя Мирового А у нас Алкоголь то тоже Разучились делать Крепкие Отдельные Да Касты делают А остальное Это все делается По ускоренной теме Чтобы больше нагнать Чтобы это все Подешевле было И в конечном итоге Продукт стал Хуже чем суррогат Который продавали Раньше по 12 рублей За бутылку Когда водка Хорошая 25 стоила Вот А частное производство То которое Винишко для себя Люди делают Очень вкусное И как Есть такой Видеомем Гуляет На ютубе Наркотики Это все плохо А алкоголь Это целый мир Поэтому Я сам вообще не пьющий Выпиваю Под желание Но очень редко У меня есть ребята Которые Богатые Состоятельные люди Но они занимаются Для себя Для души Ей делают И вино Вот там кто-то спросил Что нам делать Городским Они все городские Они едут на рынок Покупают Им на заказ Привозят винограды Разных сортов Причем привозят дешевле Чем Килограмм Стоит в магазине А потому что Оптом что ли Ну да Там 10 ящиков Того 10 того На двоих делят На троих Кто-то в одно лицо Все это перерабатывает Понимаете И на стойке на травах На старых этих Понакупили старых книг Которые продают Вот эти вот Ну наши Российские Советские Старские Еще Рецептуры И это Такие напитки Я вот прям честно Буду В гостях Возьму И вам привезу О спасибо Потому что это Реально Такие напитки Это просто Бомба Да спасибо Спасибо огромное Подтверждаю полностью Насчет старых рецептов Друзья Но здесь нас Законодательство Российской Федерации Обязывает сказать о том Что алкоголь Это очень вредно Очень 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 вредно Груши с имбирем Ну вред страшный Ты знаешь Мы вообще Очень против Всякого вреда Мы за все хорошее Против всего плохого И это тост Да друзья Мы продолжим Через несколько минут Оставайтесь с нами Потапенко Будет Ну что мы хотим Поздравить Город Санкт-Петербург 8 сентября У вас пройдут Выборы Губернатора У вас будет Небольшое количество Кандидатов Надежда Тихонова Владимир Бортко И Михаила Бортко С вашего названия Бортко извините Режиссер Наш известный режиссер Михаил Ломосов И вот Вчера зарегистрировали Действующего Его Я так понимаю Александра Беглова Да Александр Беглов Временно исполняющий Обязанности губернатора Санкт-Петербурга С октября 2018 года На выборы Он пошел Как самовыдвиженец Поэтому Обязан был Собрать подписи В свою поддержку Петербургский Штаб Алексей Навального Заявил о фальсификации Подписей За Беглов В одном из районов Города В Рио Губернатор ответил Что не имеет К этому отношения Пообещал Не сдавать В избирком Подписи Из этого Района Одновременно С губернаторскими В Петербурге Продадут Муниципальные выборы Независимые Кандидаты Жаловали Что от них сначала Скрыли сведения О назначении Выборов А затем Стали мешать Подавать документы Сейчас По данным Фонтанки Оппозиционеры Массово отказывают В регистрации Якобы Из-за потери документов Ну и наш коллега Петербуржец В четвертом поколении Виктор Намутов Который успевал Не только Кайтерфить С нашими слушателями В Бахрейне Успел разместить На сайте Change.org Петицию За перенос Выборов Губернатора Санкт-Петербурга На любых Законных условиях Не противоречащих Конституции РФ И другим Законодательным актам Витя сейчас на связи с нами Витя, доброе утро Доброе Витя Да, привет, привет Я здесь не только кайтерф Привет, ребят Привет всем слушателям Я здесь такая, так сказать Народная дипломатия Может быть, немножко Прерваться связь Вот, поэтому Если что, извините Да, да, да Я слушаю Расскажи, пожалуйста, подробнее Про цель петиции И что тебя заставило Чем мотивируешь-то? Ну, хорошо Да, и для чего это делать Я скажу так Потому что многие, кто Откликнулся на это Спрашивают в Фейсбуке И в Инстаграме Для чего нам это делать Давайте я попытаюсь Коротко сформулировать Ну, во-первых, достало Вообще достало многое Что происходит вокруг нас Во-вторых, два главных момента Один я назову, наверное, первый Политика Эмоциональный Вы, наверное, уже об этом говорили В эфире Я не слышал Значит Мы все видели Какие технологии используются Для протаскивания главного кандидата Они всем известны Там во всех местах Во всех городах нашей стране И на уровнях разного На выборах разного уровня Это фабрикация списков Это заряженные там Трудовые коллективы Их обращения и так далее Второй момент Это совершенно абсурдная ситуация С муниципальным фильтром На выборах губернатора Это реальный абсурд У нас в президентской кампании Поучаствовать проще Чем в выборах губернатора Да, там надо собрать больше подписей Здесь их надо собрать меньше Но здесь надо пройти Муниципальный фильтр Который на самом деле Является запретительным В итоге мы имеем Четырех странных претендентов Господина Амосова Человека трудной политической судьбы Все, что мы помним Там Последний скандал С его сговором С Единой России Потом депутат Бортко Ой, депутат-режиссер Бортко, извините меня Снял замечательное кино Талантный человек Собачье сердце Спасибо ему большое Но его главный тезис Это Сталин Это лицо Икона России Я напоминаю, что Сталин Просто ненавидел Санкт-Петербург 73 года к тому же Ну и третья девушка Про которую никто ничего не знает Ее зовут Наталья Тихонова Единственное, что известно Что она племянница Господина Миронова И что она Долгое время заседала В Государственной Думе И ратовала За увеличение пособий По уходу за ребенком От полутора до трех лет Ну и господин Беглов Которого уже обсуждали Это вообще ни в какие ворота не лезет Этого человека полностью отторгает город У нас уже был подобный человек Совсем недавно Тот хотя бы был тихим Там молился где-то А этот еще имитирует Бурную деятельность Устраивает парады спецтехники Летом зимой город похож на блокадный в итоге Потом боится Сбегает от первого сложного вопроса В стенах ЗАГС собрания Оправдывая свою фамилию Видимо Но это вообще ни в какие ворота не лезет Это абсурдная ситуация Неужели в городе Санкт-Петербурге Нет более достойных Современных Энергичных Понимающих изменений в мире В экономике В политике Публичных людей Я 20 человек назову вам сходу Витя, скажи пожалуйста Она заставляет выбирать Это выборы без выборов Это первая часть Это политическая и эмоциональная история Мы вступаем в новую эру Это очевидно Невозможно это вот не чувствовать Что изменить Это в воздухе висит Это эра новых людей С новой энергией С новыми подходами Хорошо понимающих современный мир Публичных политиков Мы должны про них все знать Для этого есть все возможности На чем ездят Где живут Чем занимаются их родственники Это и по-английски говорят Хотя бы сновно Петербург Как Казань Я не знаю Екатеринбург Владивосток Это города Которые не просто города Россия Это города Которые представляют Страну на внешних рынках Откуда нам нужны Инвестиции И технологии О чем вообще Может быть речь Второй момент Это экономическая тема Я абсолютно уверен Что подбегло Будет попытка Выделить городу деньги На какие-то Инфраструктурные проекты Сто процентов Мы проходили это Еще совсем недавно Когда в город Перетаскивали Крупный бизнес В итоге губернатор Сменился Половина бизнеса Ушла обратно Вместе с деньгами Ничего реализовано не было Что Петербург Не может заработать На себя сам А не отнимать деньги С федерального бюджета У других регионов Которым они нужны Нужнее Все он может прекрасно Все может Он может Не знаю Построить сам Три станции метро Которые давно Не могут быть построены Проложить Трамвай в аэропорт Пулково Скоростной И сделать его Наконец-то хабом Там северо-запада Крупнейшим Авиационным Поменять дороги Отремонтируют больницы Отстать от малого И среднего бизнеса Вот что важно Который дает Очень много рабочих мест Огромную добавленную стоимость В услугах Которые происходят Мы все это можем Сделать сами Без подачек Из Москвы С новыми людьми Вот мои тезисы Все очень просто Сколько подписей Надо собрать А самое главное Что потом С этими подписями Делать Вы понимаете Вот два главных резона Для чего нам Для чего Вам надо Написать Сделать простое движение Которое может Привести к серьезнейшим Изменениям Не только в Петербурге Но и в других Больших городах страны Других больших экономических центров Что потом вызывалось Горизонтальная мобильность Экономическая Напишите два слова Нажмите кнопку enter Объясните старшему поколению Почему это надо сделать Резоны очевидны Они тоже были молодыми Они тоже хотели изменения Они тоже хотели что-то делать Как и мы сейчас Приходит наше время В конце концов Ничего не требуется Соберем миллион подписей Нас заметят Соберем два миллиона подписей Поверьте мне Нас услышат Соберем три миллиона подписей С нами уже ничего не сделают И изменения начнутся Я не против революции Я за здравый смысл Который давно потерян Во всех совершенно областях В нашей жизни И за просто давно Перезревшие изменения В том числе и в политической жизни Вот я так это сформулировал Коротко Спасибо тебе большое Друзья Еще раз напомню Что петиция От нашего коллеги Виктора Набутова Размещена на сайте Change.org Название Чтобы вам проще было искать Если желаете подписать За перенос выборов Губернатора Санкт-Петербурга На любых законных основаниях Не противоречащих Конституции Российской Федерации И другим законодательным актам У меня сразу вопрос К нашим слушателям Живущим в других городах Не только в Санкт-Петербурге Где как известно Серебряный дождь Слушают через интернет Когда последние Вот так аккуратно я скажу Выборы происходили В ваших городах В ваших областях Вы какие-то похожие Подобные действия Предпринимали И к чему это привело Если да А если не предпринимали То почему нет Ты знаешь Я тебе продолжу У нас будут выборы Губернаторов Питера И муниципальные В Москве И все абсолютно прогнозируют Что выборы по явке Будут в Москве провально А мы с тобой уже Ну не один Эфир у нас был Когда мы цеплялись К нам поэтому Интернет голосование Даже предлагают Да Ты понимаешь Лишь бы Лишь бы только нагнать Так Слушайте А кому мы тогда Задаем вопрос Почему Почему оно так Вот А не иначе Хорошо Вы не верите Вот Я сейчас Хочу как раз Поговорить с теми скептиками Которые скажут Витя Витя Ну чего ты там Кипишуешь Ну вот нам уже пишут Вы все еще верите в петиции Я не говорю про то Что верю или не верю Я говорю совершенно про другое Набор Значит Вот нет универсальной кнопки Я это уже много раз говорил Которая называется Взорвать Кремль Нет ее И никогда не существовало Для того Чтобы управлять государством Это множество Параллельных механизмов В котором полезное вещество В каждом из этих механизмов От силы 5-10% Но только набор этих механизмов И соответственно Отстреливание неэффективных механизмов Приводит к созданию государства российского По другому никак Поэтому верю Работают ли петиции На 100% нет Они работают вот это Именно полезного вещества Муниципальные выборы Точно так же А я согласна в данном случае с Витей Потому что например Миллион подписавших Уже будет очень трудно от него отмахнуться Так Вся проблема Как человека Который Принимал участие В выборах самого себя Я могу сказать Что извините Мы много можем На что там Говорить И рассказывать Но вот мой Там в кавычках Лозунг Когда я шел по Калининграду В 16-м году Я когда общался Со своими избирателями Меня прессовали Очень красиво То есть у меня не было Ни одного плаката Никто не знал Вообще Моем существовании Как класс То есть меня просто Включили в бюллетень Это спасибо им И то там были приписочки Они очень красиво сделали Но когда я общался С избирателями Я говорил Слушайте Вот у вас есть Два варианта Понятно что у вас есть ядро И вы там посадите Своё Но это будет Один кандидат Из трёхсот Он не будет Отстаивать ваши позиции По одной весьма Прозаичной причине Он будет Один Из трёхсот Пятидесяти И вы не можете Про свой город Не узнать ничего Но у вас была Уникальная возможность Условно провести Я сейчас даже Не столько про себя Провести уникального Кандидата Он был бы один От одной партии Который был бы Ещё не просто От одной партии Он был бы От вашего города От вашей области И я знаю Какой процент Я получил На этих выборах Мы своего белозёрца Не выбирали Нам его назначили Пензенская область Сразу вопрос А может быть Тогда имеет смысл Поднять вот такую волну Как например Делает это Витя И начать собирать Подписи людей За возвращение выборов Мэров и губернаторов В там где их нет Ключевым вопросом является Что нужно Петиции Крайне важно Но куда более важно Чтобы вы работали Со своими Друзьями С соседями Со своими Измените родными И близкими Начните с родителей Вот самое основное Начните с родителей Потому что родители Скорее всего Пойдут на выборы И проголосуют За то Чтобы не было войны Работайте с теми Кто работает На вот этих Промышленных предприятиях Потому что да Промышленные предприятия Естественно Там приходит Просто разверстка Что нужно поддержать Действующую власть Потому что Ну Конформизм Это понятен Да Мы Чтобы не было худше Но ведь Никто же не заставляет Их реально так голосовать Да Они могут Публично высказаться Что мы будем голосовать За действующую власть А в кабинке Проголосовать За кого угодно И это Это первое Что нужно объяснить Этим людям Понимаешь Которым говорят Что вот Если вы этого не сделаете Вас уволят Там правда Есть единственное но Я хочу Не помню Что это у нас было Последний Президентский Что ли Выбор Когда слушатели Довольно много было Звонков И сообщений На тему Значит там У кого мама В бюджетной сфере Работает У кого там Еще какие-то родственники Или друзья Фотографировать бюллетень Заставляют И на этот вопрос У меня к вам Тоже есть ответ Ниточка Очень штука хорошая Она правильно кладется Правильно фотографируется И отдается А после этого Галочка ставится Большинство камер Разрешения имеют Не очень хорошее Поэтому ниточка Положенные в виде Галочки На нужном месте Позволяет В том числе И бюджетникам Сымитировать То что Вы проголосовали За провластных А потом сделать то Что вам положено Покажите пожалуйста Петицию Которую рассмотрели И что-то решили Встречный вопрос Что вы предлагаете делать Если не это Еще раз Услышьте меня Про петицию Петиция Это всего лишь Обращение внимания Там действующие вещества 10% Или там 5% В выборах Муниципалов 5% Вот вам Самый простой пример Что решила Вот муниципальные выборы А муниципальный фильтр Вам ни о чем не говорит Вот сейчас Для того Чтобы выдвинуть Хоть сколь-нибудь Альтернативного кандидата Вот после того Как в очередной раз Муниципальные выборы Мы все с вами Сольем А мы с вами Их сольем Потом выдвинуть Альтернативного кандидата На мэры Вашего города Будет невозможно Потому что существует Муниципальный фильтр И мы опять будем говорить Ну это же ничего Сделать нельзя Нет Здесь и сейчас Сделать можно Очень много Можно сделать дофига Во-первых Можно стать муниципальным депутатом Раз Второе Если ты не хочешь В эту тягомотину втягиваться Можно сейчас Взять и подписаться За альтернативного Муниципального депутата Ну кстати Если вы посмотрите Результаты Как собирали Всего 5 тысяч подписей Всего 5 тысяч подписей В 15-миллионной Москве Альтернативные Кандидаты В муниципальные депутаты У которых нет вообще там Особых каких-то полномочий Даже 5 тысяч Не набрали Ну не надо вот говорить Что что-то не решило Вы сделайте Потому что для того Чтобы сделать механизм Для этого тоже нужно принять Вам власть не будет Предлагать механизм По смене власти Она не дурная Ну вы что Дай ложку Дай этого И научи еще пробовать Ну вы что Совсем что ли обалдели 730-101 У нас будет возможность Принять от вас пару звонков И конечно пишите Плюс 7903-7976-333 Несколько минут И мы вернемся Потапинка будет Итак у нас Напомню Выборы Губернаторы Города Санкт-Петербурга 4-5 вернее Кандидатов Надежда Тихонова Владимир Бортко И Михаил Амосов Ну и господин Беглов И Александр Беглов Самовыдвиженец От ничего Да друзья И Разгневаны Тем Самой процедурой И процессом Как проходят выборы Как точнее Проводят сначала регистрацию Потом будут проводить выборы На пост Губернатора Санкт-Петербурга Наш коллега Виктор Навутов На чейнчорк Разместил петицию За перенос выборов Губернатора Санкт-Петербурга На любых законных основаниях Не противоречащих Конституции Российской Федерации И другим законодательным актам Слушатели наши пишут Родители лет 10 Не могу заставить Банально проголосовать Не хотят ходить на выборы Не верят Что это один из инструментов Для изменения жизни Я в первую очередь Отношусь к выборам Как моему праву Плевать на свои права Я не хочу без подписи Ну правильно Задача понять Что не будет Такой кнопки Универсальной Взорвать Кремль Вот давайте все снесем И все Я же говорю Ну сменится в ближайшие годы Действующий президент Механизмы нужно отрабатывать И никто вам не будет их давать Дима, согласись Это странно Вот это не будет работать И это не будет работать Я просто не понимаю Какую альтернативу Тогда видят люди Альтернатива очень простая При этом недовольные Альтернатива Простите, пятой точке Альтернатива очень простая Подъехать К проруби Зачерпнуть Ведром Воду Случайно Поймать щуку И загадывать Ей желание Щелчок пальцев Либо второй вариант Вдруг Ни с того ни с сего Отловить Конька Горбунка И загадывать Ему желание Третий вариант Жениться На Марии Искусниц Я тебя поняла Русские народные сказки Мы сейчас по ним пошли Ну нет Есть и конечно Еще четвертый Прекрасный вариант Инопланетяне Нет Дождаться Нового доброго дядю Который придет И все порешает А мы потом В свою очередь Из него сделаем Нового дракона Не сделаем Потому что Он откуда Этот дядя возник Ты понимаешь Вот это все время Вся эта история Там Я регулярно Получаете сообщение Дмитрий Идите В президенты Я говорю Можно уточнить Почему я куда-то Должен пойти А вы в эту Тем более Я туда уже ходила Да Собственно говоря А что вы предприняли Для того Чтобы я туда пошел Ну то есть физически Там я не знаю Одним одна печать Не нравится Эта печать там Провластная Другая там Сильно оппозиционная Я говорю Вот это нудная работа Вот там защита Павла Николаевича Грудинина Я читаю Огромное количество Сообщений Говорит Что надо сделать Там надо идти Вилы точить Я говорю Нет ребята Все существенно нуднее Нужно платить адвокатам И с этими адвокатами Приходить на заседания Проигрывать эти заседания Идти к новым адвокатам И так по списку Это долгая Нудная работа И точно такая же ситуация С любым Любой организационной Структурой Чем хорош Алексей Навальный Тем что он создал Структуру Но посмотри на того же Яшина На того же Гудкова Люди которые натуральную систему Берут измором Вот просто измором А потому что Система Проигрывает только системе Это осадная война Если вы Вот без вот этих Вперед даешь за родину За там За кого-нибудь То если Если вы хотите Что-то поменять Это надо Вот быть Нудным таким И последовательным Тогда у вас что-то Вы И строительство Государства Российского Это не Ухождение на баррикад Это не вилл Это нуднейшая работа После работы За которую Не просто не платят А еще и по рогам получаешь И вот как только Вы будете к этому готовы И не будет вот этих сообщений Я хочу там подписать Даже подписать Я считаю Это некорректно Потому что Это как раз Вот та самая Знаешь что Ты поймал щуку Что-то И кто-то должен Что-то предпринять Нет дружок Да ты будешь работать Если ты хочешь жить В другой стране Эту страну надо медленно Но верно Изменять ежедневно По чуть-чуть По такой-то кусечке При этом получая Такую обратку Вот только в этом случае Все вот эти проклятые буржуи Они именно так Все эти там Столетия И изменяли И по-другому У них общество По-другому не формировалось Общество это мы Власть это мы И мы И решить могу здесь Только я С этого надо начинать Каждый из нас Друзья Президент это ты Простите за пафос Да Президент это ты Дружок И вот как только Ты осознаешь Что президент это ты Ты перестанешь Плевать мимо ужина Друзья Я думаю что Про свою петицию Спрашивают где На чейнчорк Виктор Набутов Еще и сам расскажет И довольно подробно В ближайшую пятницу С Дмитрием Потапенко Мы прощаемся До завтра Продолжение следует